Рекламно-информационная программа. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Слушайте доктора. Добрый день, в эфире программа «Слушайте доктора». У микрофона Вера Власова и в гостях у нас сегодня Ирина Халявина, главный врач Кировской клинической стоматологической поликлиники. Добрый день, Ирина Николаевна. Добрый. Сегодня погода у нас удалась, да, и мы будем говорить о том, с чем мы весну встречаем, лето с чем мы встречаем. Это радостные улыбки. Об улыбке мы будем говорить, и, безусловно, важно, чтобы каждая улыбка была встречена таким же радостным взглядом. И для самопрезентации, для многих людей, для некоторых людей важно, чтобы эта улыбка сияла своей красотой. И белизной. И белизной, да. Много сторонников процедур отбеливания, много противников процедур отбеливания. И процедуры, как мы выясним, тоже бывают разные. Давайте сегодня с этим совсем разберемся. И первое, что хочу у вас, Ирина Николаевна, уточнить, узнать, правда ли, что, как и цвет кожи, цвет наших зубов у каждого человека отличается. Безусловно. Вы совершенно правы. Есть определённая цветовая гамма. Бывают различные оттенки. То есть от цвета А1 до цвета там Д3, Б2 и так далее. То есть действительно цветовая гамма у нас у каждого пациента своя. И каждый человек хочет, чтобы этот оттенок был более светлый. Хотя вроде бы приходят пациенты цветом А1 и говорят, что ещё хотят белее. Ну, как говорится, что желает пациент, то, конечно, при здоровом состоянии полости рта может предложить врач-соматолог. Ну, отбеливание зубов сегодня реально становится востребованной процедурой среди населения. И мы её относим, наверное, к такой консервативной эстетической процедуре. Всё-таки консервативной. Она всё-таки консервативна, потому что она не связана с какими-то инвазивными, то есть с моментами препарирования твёрдых тканей зуба. Методик достаточно много, которые входят в понятие, что такое отбеливание зубов. Ну, начнём с самой простой – это микрообразие, то есть вот это понятие профессиональной гигиены полости рта. То есть когда мы используем какие-то ультразвуковые или пьезоэлектрические скеллеры, потом пескостроенные такие аппараты, чтобы снять. То есть это в клиниках, это кабинетная процедура? Это кабинетная процедура. Дальше, ну, у всех на слуху – это химическое отбеливание зубов. Оно, химическое отбеливание может быть сопряжено с лазерным отбеливанием зубов. Изменить цвет зуба, если это действительно очень глубокое поражение, можно с помощью прямых реставраций композиционными материалами. То есть метод пломбирования зубов, его никто не отменял. Могут быть покрытия зубов различными видами, так скажем, адгезивных систем. Это виниры, это могут быть облицовки. Ну и крайний, наверное, метод, чтобы скрыть какой-то недостаток твёрдых тканей зуба эмали, его прозрачности или убрать этот дисколорит существующий – это, конечно, покрытие зубов коронками. Благо, сегодня большое разнообразное количество и металловые, и безметалловые и так далее. Поэтому вот эти методики, они помогают справиться с проблемой, то есть исправить цвет зуба. Ну, то, с чем сталкивается, наверное, каждый человек, изменяется цвет зубов с течением времени по разным причинам. Давайте об этих причинах поподробнее ещё расскажем. Что влияет на изменение цвета, возраст, питание? Вот об этом расскажите, пожалуйста. Изменение цвета зуба. Ну, может быть, изменение цвета одного зуба? А бывает изменение цвета группы зубов или даже всех зубов. Если говорить точечно об изменении цвета одного зуба, то, наверное, здесь нужно сказать, что этот же кариозный процесс, он может изменять цвет зуба, то есть зубы становятся коричневого цвета, поскольку настолько сильно изменяется вот этот дентин. Вторая причина – это может быть травма зуба. Здесь, когда разрывается сосудистый пучок в основании зуба, в области апокса, то происходит кровоизлияние в зуб, и зуб приобретает такой розовый, ну, может быть, даже иногда бордовый оттенок. Это связано с травмой зубов. Давайте здесь немножечко остановимся. Поясните, пожалуйста, в этом случае, есть ли у зуба травма? Есть ли смысл как-то на него ещё внешне воздействовать, чтобы изменить его цвет, или здесь необходимо как-то по-другому? Да, здесь у нас будет внутреннее отбеливание зуба. То есть мы попозже поговорим, наверное, с вами о внешнем воздействии и внутреннем отбеливании зубов, потому что это разные методики и, понятно, требуют разного подхода со стороны специалистов. То есть вот здесь вот, конечно, нужно внутреннее отбеливание зуба. То есть сначала нужно эндотически качественно пролечить зуб, а потом добиваться отбеливания, внутрикоронкового отбеливания, мы получим достаточно хорошее осветление зуба. Также причины могут быть – это заболевание, инфекционное заболевание пульпы. То есть когда там уже была травма, а пациент не обращался за помощью. И бывает так, что в самой пульпе возникает её ишемизация, то есть умертвление пульпы. И тогда зуб приобретает такой серый оттенок. Тоже мы будем переходить к качественному донетическому лечению, а потом посмотрим, нужно ли нам отбеливать зуб или не нужно. Пульпа – это внутренняя часть зуба. Поэтому здесь будет применяться внутрикоронковое отбеливание. Дальше это могут быть, мы говорим, всё по поражению одного зуба. Это могут быть эндодонтические ошибки. То есть врачебная ошибка, когда некачественно проведено удаление остатков пульпы. Где-то она в уголочках коронковой части пульпы, в коронке зуба осталась. И в течение времени тоже даёт своё окрашивание. Или врач неправильно выбрал пломбировочный материал, который даёт окрашивание за счёт своих химических компонентов, например, содержание тетра-йод-тимола или каких-то йодистых соединений, даёт такой жёлтый оттенок. И в течение времени йод пропитывает ткани зуба, например, дентин, а потом уже дентин, эмаль просвечивает. Поэтому возникает такой жёлтоватый дисколорит. Иногда бывают розовые, если резерцинформалиновые пасты работали. То есть в зависимости от того, какие компоненты входят в состав вот этого пломбировочного материала для корневого канала, для корневой пломбы. И в этом случае, так понимаю, что не весь зуб окрашивается, какая-то его часть, которая максимально приближена к месту пломбирования. Ну, получается, что начинается окрашивание как бы от шейки зуба, а потом охватывает всю коронковую часть зуба. И, наверное, так скажем, наиболее стойкое изменение цвета точечно зуба – это наследственное поражение зубов, которое называется гипоплазия зубов. Вот это точно. Когда поражается группа зубов или это касается всех поражений? Ну, наверное, опять же, это, получается, наследственное поражение. Это нарушение амела или дентина генеза, то есть неправильное, неполноценное созревание эмали и дентина. То есть здесь тоже будем прибегать уже к внутреннему, так скажем, отбеливанию зубов. Это также, о чём я говорила, гипоплазия. То есть она может не один зуб охватывать, а уже группу зубов одного периода развития. И, наверное, это постнатальное, так скажем, изменение цвета. Это вот патологическая стираемость, когда с возрастом эмаль стирается, а как реакция на любое раздражение, вырабатывается такой тёмно-пигментированный дентин. Вот это может быть и флюороз. Это может быть и применение препаратов, таких как, например, тетракциклинового ряда, препаратов железа, которые тоже могут дать стойкое окрашивание. Ну а про внешнее окрашивание. Это, конечно, наверное, самое простое. Это все виды табака. Хоть сигары, хоть жевательный табак, хоть трубки. Это напитки, которые обладают красящим эффектом, то есть искусственным. То есть то, что даёт налёт. Да, лыжевика, черника. Дальше что у нас идёт? Кофе, чай, красное вино. Местное воздействие лекарственных препаратов. Вот это тетракциклиновые группы зубов. Это хромогенные бактерии, которые вызывают такое, знаете, зелёное, коричневое или чёрное окрашивание. И это очень характерно у детей. Особенно в пришеечной зоне, вот если появляется там такое зелёное окрашивание, вот это как раз роль вот этих хромогенных бактерий. Пришеечная зона, поясните, пожалуйста, это где? Это около десны. Вот у детей чаще всего форма кариеса, если так декомпенсированная форма, когда их много кариозных поражений, то в области шейки зубов возникает такой, мы называем, циркулярный кариес. То есть не только с вестибулярной поверхности, а вот по всей, и с язычной поверхности, и с контактной возникает вот такой кариозный дефект. Поэтому вот тут вот тоже вот эту роль вот этих бактерий. И, наверное, ещё о чём можно сказать, это оксиды металлов тоже проявляют значительную экзо- и эндогенную окрашивающую активность. Это когда люди работают в производстве гесвенец, где олово, они дают такое серое окрашивание коронковой части зуба. Но это всё внешне окрашивание. То есть когда мы проводим процедуру даже микрообразии, то есть гигиеническую, профессиональную чистку зубов, затем, может быть, какие-то небольшие, так скажем, отбеливающие процедуры, то уже цвет зуба изменяется. Вот причин, сколько много, вроде бы, как бы и не задумываешься. Давайте ещё немножечко подробнее остановимся на еде, потому что с этим мы столкнёмся каждый день, очень часто. Всегда ли влияет цвет потребляемой нами пищи или напитков на измене цвета зубов? Если вот они, получается, с какими-то красителями, натуральными или искусственными, то, безусловно, поскольку эмаль всё равно у нас является слегка пористым образованием, потому что между призмами основной элемент, так скажем, эмали – это призма. А между призмами существуют межпримизменные промежутки, которые заполнены органическим наполнителем. И вот если возникают какие-то микротрещины, они всё равно с возрастом появляются, потому что мы любим есть там мороженое, запивать кофе или крепким чаем. Это даёт такие невидимые микротрещинки, куда, безусловно, попадает краситель. А с возрастом ещё, когда человек использует, например, любит какие-то кислые напитки, соки с кислинкой, то это тоже делает эмаль достаточно восприимчивой уже к красящим веществам. Поэтому ограниченно мы пользуемся всё-таки и красным вином, и чаем, и кофе, потому что это даёт окрашивание. Об этом нужно, по крайней мере, помнить. Поэтому это влияет на оттенок. Да, я слышала ещё, что фрукты с повышенным содержанием кислоты тоже могут повлиять. И сладкое, будь то, например, и зефир, и пастила, тоже может некоторым образом повлиять на изменение цвета. Ну, это продукты, которые вы назвали, они с повышенным содержанием углеводов, они обладают такой липкостью, а поскольку на поверхности зуба у нас есть такая естественная оболочка, кутикула зуба. И вот эти углеводы, они очень хорошо прилипают просто к этой кутикуле, создают достаточно плотное образование. Но они не окрашивают зуб, они просто под липкостью уменьшают, так скажем, буферные свойства эмали. Что такое? То есть эмаль, поскольку там разлагаются углеводы до состояния молочной кислоты, получается, что вот эта молочная кислота просто элементарно разъедает нашу эмаль. Она становится более восприимчивой. Да, и поэтому она просто более восприимчива к кариозному процессу. Ну, и, конечно же, каким-то пигментом тоже будет восприимчиво. Все правильно вы заметили. Расскажите теперь, пожалуйста, бывает ли такое, что необходимо зубы отбеливать? Либо это чисто исключительно добровольная процедура? Я считаю, что решение, отбелить зубы или нет, это, наверное, все-таки зависит от эстетических потребностей нашего пациента. Поэтому иногда люди беззаботно живут и с желтоватыми оттенками зубов, потому что все-таки белые зубы, это, наверное, не всегда говорит о том, что они совершенно прочные, плотные. Иногда, наоборот, желтый оттенок говорит о том, что там достаточно много дентина, то есть это тоже плотная ткань. Но все это, повторяю, что решение отбелить зависит от наших пациентов. Ну, скажем так, что чаще всего, наверное, к отбеливанию прибегают в том случае, когда уже сам пациент замечает, что вроде бы какой-то у зубов неестественный оттенок. Вот тогда они приходят за это манипуляцией. То есть вот этот дисклорит, который как бы создает впечатление нездорового зуба или нездоровой улыбки, настораживает наших пациентов, и они приходят в стоматологические клиники. Что касается противопоказаний к процедурам, что мы здесь можем назвать? Противопоказаний достаточно тоже много. И, наверное, первое, о чем я хочу сказать, это тяжелые общесоматические заболевания, такие как это сахарный диабет, потому что, да, и при сахарном диабете нарушаются эндокринные изменения в организме, и они не могут не сказаться на структуре твердых тканей зуба. Поэтому на фоне сахарного диабета мы не рекомендуем проводить эти манипуляции. Также это тяжелые онкологические заболевания и какие-то психо, так скажем, нервно-психические расстройства. Диабет и онкологические заболевания, это, по-моему, из-за того, что особенно воспринимают ткани химические процессы, по-другому протекают? Ну, во-первых, вообще любой онкопациент, он же получает и так достаточно химиопрепаратов. И я думаю, что проходят какие-то курсы химии, радиотерапии, они, безусловно, влияют на твердую структуру зуба, они изнутри ее немножко делают пористой. И поэтому, если мы будем проводить какую-то манипуляцию, связанную с отбеливанием, то мы можем получить очень стойкую, повышенную чувствительность этих зубов. И тогда мы даже различными реминерализующими препаратами эту чувствительность, как правило, не удается как бы приостановить, и процесс переходит в более глубокий, вот на живую ткань зуба, на пульпу, и тогда мы получаем осложнение пульпита, и нам приходится эти зубы депульпировать. Поэтому я думаю, что, наверное, здоровье важнее, то есть каждый сам решает, но, наверное, стоит в таких ситуациях просто над собой не экспериментировать. Дальше противопоказанием, наверное, к отбеливанию зубов – это является множественный кариес. Если у пациента все-таки недолжный уровень гигиены полости рта и много кариозно разрушенных зубов, то процедуру отбеливания заниматься не стоит. Но это уже, получается, следствие. Причина – это недолжные обращения, недолжные гигиенические требования, потому что мы понимаем, что человек, который отбелит себе зубы, он не будет за ними следить. Все равно мы вернемся, да, и она становится просто бессмысленной в данной ситуации. Дальше, наверное, это заболевания тканей парадонта. Если достаточно есть какие-то поражения, может быть, язвенно-некротический гингивит или просто гингивит, и сначала нужно исключить проблему с парадонтом, или это могут быть какие-то острые заболевания, слизистые, стоматиты, например, хиелиты, тоже мы их исключаем, а потом тогда переходим уже к, ну, согласованным с врачом, необходимость проведения отбеливания зубов. Дальше значительная потеря эмали в результате патологической стираемости зубов или возрастной стираемости. И, наверное, это вот глубокие трещины, которые тоже достаточно трудно их как бы выбелить. Они все равно остаются такими с пигментами, даже несмотря на что будем внутреннее делать отбеливание. Все-таки результат получается не тот должный, который иногда ожидает пациент. Поэтому я думаю, что не стоит и в данном случае экспериментировать. Лучше провести какую-то, так скажем, профессиональную чистку зубов, и это уже, наверное, создаст какие-то благоприятные для пациента эмоции. Дальше. Наличие обнаженных предесневых участков зубов. Это тоже, когда возникают эрозии, тоже не стоит проводить отбеливание зубов. Если пациент не бросил курить, а в основном проблема связана с тем, что зубы имеют пигменты за счет курева, то, наверное, тоже нужно сначала призвать пациента к здоровой привычке бросить курить, то есть не курить, а потом уже, конечно, можно провести будет процедуру отбеливания зубов. Наверное, не рекомендуем заниматься отбеливанием, когда проходит пациент ортодонтическое лечение, то есть исправление прикуса, потому что и так здесь достаточно большая нагрузка на зубы, потому что происходит их смещение. То есть, наверное, тогда, когда у пациента беременность или период кормления грудью, это несовершеннолетние пациенты. И, наверное, последнее – это пациенты, у которых могут быть аллергические реакции или есть аллергические реакции на те компоненты, из чего состоит отбеливающая система. То есть это, как правило, на перекисные соединения и латекс, потому что мы зону защищаем латексными, так скажем, составляющими, поэтому если есть аллергическая реакция, то тоже здесь, наверное, не стоит экспериментировать. Потому что нужно четко понимать, что любая процедура осветления, она, во-первых, имеет тенденцию к обратимости, то есть даже, может быть, не очень хороший пример, но если мы осветляем волосы, ни один вам мастер не скажет, что это полезная процедура. То есть всё равно она приводит к какой-то деструкции. Даже самая процедура отбеливания каких-то пигментных пятен в косметической практике, это не говорит о том, что вы никогда не вернётесь к этим, обратно не появится пятна пигментации на лице. То же самое и с зубом. То есть отбелим мы сегодня, а то, что не вернёмся к этой процедуре, это не факт. То есть всё равно, если человек желает иметь здоровую улыбку, кроме профессионального отбеливания, он должен дома, в домашних условиях, тоже проводить какое-то своеобразное домашнее отбеливание зубов, которое тоже сегодня достаточно методов, очень много. Но о них мы ещё поговорим. Давайте. Вопрос у меня ещё по возрастным ограничениям. По нижней планке мы проговорили, что это достижение возраста 18 лет. По верхней планке есть ли ограничения? Ну, с возрастом всё равно получается, что укрепляется очень сильно эмаль, и отбелить мы можем, может быть, на 1-2 тона. Если это устроит пациента, почему бы и нет? То есть я не думаю, что здесь будут какие-то ограничения, но ещё ограничения забыла сказать, что если у пациента достаточно во фронтальном отделе много пломб или коронок, то это тоже является противопоказанием. А как правило, с возрастом всё равно либо являются какие-то ортопедические конструкции, поэтому, наверное, здесь тоже очень избирательно и выборочно нужно подойти к процедуре отбеливания. Вы сказали 1-2 тона. Мне сложно это себе представить. Вот это заметное отличие будет? Ну, для профессионала, может, да. А так для пациента, я думаю, когда постоянно смотрят на свои зубы, может быть, это не будет очень заметно. Чтобы увидеть вот то, что изменился оттенок, ну, это примерно нужно, ну, 4-5-6 тонов. Иногда бывает же отбеливание до 10 оттенков можно изменить. Это вот когда присоединяется лазерное отбеливание. А так вот 1-2 тона – это не очень заметно будет для пациента. Да, мы сказали уже про наличие пломб. И логично, что если пломбу поставили, она отбеливанию не поддаётся. Всё верно. Пломбу отбеливанию не поддаётся. И поэтому нужно чётко понимать, что если всё-таки пациент настаивает на отбеливании зубов, то мы отбеливаем зуб, а через несколько дней, тогда, когда у нас выделится вот этот перекись карбамида, она через где-то дней 13-14 улетучивается из зубов. Вот только через этот промежуток времени, когда всё станет уже стабильно, спокойно, можно будет заниматься уже, как бы скажем, эстетической реставрацией. То есть уже подобрать пломбировочный материал под цвет зуба. Но опять тут маленький нюанс. То есть в течение времени, как я уже сказала, зуб всё равно поменяет оттенок, потому что произойдут какие-то процессы и минерализации зуба, и опять может попасть какое-то красящее вещество. Поэтому опять возникнет та ситуация, что пломба будет контрастировать, белая пломба, на фоне набирающего цвет этого зуба. Тогда придётся снова обращаться. Хромофоры будут существовать, пока вот эти пигментные изменения. Поэтому и не рекомендуют, где есть пломбировочные материалы, всё-таки пломбовые реставрации, всё-таки не заниматься процедурой отбеливания. Но если это не утруждает пациента, ну почему бы и нет? Давайте уже перейдём к видам отбеливания, какие не бывают, и, наверное, начнём с предшествующей процедуры. Что же нужно сделать, какую профилактику провести, как сделать так, чтобы наши зубы, во-первых, сохраняли свой цвет естественный, белый на протяжении как можно дольшего времени в домашних условиях? Правильно. Любому отбеливанию, хоть домашнему, хоть профессиональному, должна, как Вы сказали, грамотно предшествовать гигиенической очистке зубов. То есть врач-профессионал должен провести профессиональный гигиенический уход за полостью рта. То есть снять зубные отложения, потому что, если всё-таки решил заниматься отбеливанием, то чтобы в предисневой части не было никаких, так скажем, инородных предметов, кроме здоровой десны. То есть десну нужно сделать тоже здоровой, потому что, если она имеет какие-то патологические изделения, то это говорили, что это относительно противопоказания, нужно добиться, чтобы парадон был красивый, ровненький, здоровый. Поэтому проводим гигиеническую чистку зубов, и потом пациента назначаем на профессиональное отбеливание. По чистке. Как она проходит? Какие методы используются? Это проходит в стоматологическом кабинете, безусловно. Дальше могут быть применены как ручной метод снятия зубных отложений, так может применяться и снятие зубных отложений различными видами скеллеров. То есть и затем происходит полирование либо с помощью паст полировочных, щёточек и специальных инструментов, дисков и, так скажем, штрипс, либо это может быть пескоструйная методика, когда применяются абразивные специальные аппараты, там тоже используется такой песок чистящий, который заполирует, заполировывает все неровности, которые возникли на поверхности зуба после её чистки. Потому что всё-таки мы работаем эссирующим способом, всё-таки это такие немножко грубые инструменты, и чтобы в последующем меньше образовывался зубной камень, чтобы меньше была прилипаемость к зубам, лучше, конечно, эту поверхность заполировать. Поэтому профессионал этим и занимается. А профессиональное отбеливание, мы уже об этом тоже говорили, оно бывает внутреннее, то есть внутри коронковое. Я думаю, что чётко мы поняли, что это когда внутрь зуба, в коронковую часть, вводится отбеливающий материал, отбеливающий гель. Но чаще всего в практике используется, конечно, это внешнее отбеливание зубов, которое проводится тоже, как правило, в стоматологическом кабинете. То есть почему иногда пациенты выбирают всё-таки профессиональное отбеливание, потому что здесь результат буквально можно уже увидеть после первого приёма, после второго и третьего действительно очень разимый, так скажем, видится результат. А если мы ещё химическое отбеливание сопровождаем в сочетании с лазерным отбеливанием, лазерная технология включает применение как аргонного, так и диодного лазеров, то всё это вместе позволяет получить более светлый оттенок эмали без вреда для её строения и химического состава, то есть без вреда химическому составу ткани эмали. Ультразвуковые процедуры проводятся ли? Насколько это эффективно? Ультразвук – это ультразвуковой скейлер, которым мы помогаем снимать зубные отложения, то есть либо ручным методом, либо с помощью ультразвука. То есть ультразвук не относится к процедуре отбеливания самого как такового? Нет, просто когда мы снимаем зубное отложение, потом проводим вот это полирование зуба с помощью различного типа и различного абразивности паст, вот это уже создаёт эффект, будто бы зуб стал гораздо чище, он просто отполированный, появляется в нём такой живой блеск. И это уже для пациента создаёт ощущение, что вроде бы зуб стал светлее. Если пациент решает остановиться на этапе чистки ультразвуком, насколько это вредно? Это не вредно. Это правильно. То есть он провёл гигиеническую чистку зубов, то есть у него совершенно свежее дыхание, потому что прочищены все межзубные промежутки, все зубки заполированы. То есть если он дальше будет поддерживать вот эту должную гигиену полустирта, то в принципе в течение полугода эта гигиена, она может сохраняться. Дома, если захочется, он может, если опять в здоровые зубы, то можно применять и отбеливающие какие-то зубные пасты, которых сегодня у нас, так скажем, в продаже очень достаточно много. То есть это будет просто поддерживающая процедура. Ну а если уж совершенно радикально хочется изменить цвет зубов, то здесь, конечно, применить вот эти уже профессиональные системы для отбеливания, которые содержат высокие, повторяю, концентрации, это и 30, и 37% раствор, так скажем, перекиси карбамида или просто растворы гелия, так скажем, перекиси водорода и гидрооксида натрия, которые обладают хорошим выщелачивающим эффектом. Вообще, как бы сказать, что суть вот нашей этой процедуры сводится к одному, вот суть всего отбеливания сводится к одному, что вещества, которые, при разложении которых выделяется кислород, проникают в твёрдые ткани зуба, в дентин и эмаль, и окисляют те органические вещества, которые окрасили зуб, а также динатурируют белки, входящие в пигменты, делая ткани более, так скажем, прозрачными и оптически более светлыми. Вот и создаётся такой хороший эффект. Как происходит процедура отбеливания? Процедура отбеливания происходит, ну, можно сказать так, что у нас есть с помощью кап можно проводить отбеливание, то есть когда пациенту сначала изготавливаются индивидуальные капы, то есть провели профессиональную гигиену полости рта, в этот день снимаются слепки для изготовления кап, для того, чтобы и стандартные капы, но они не очень плотно прилегают к зубам, и что очень опасно, что может подтекать гель на десну и возникнет тогда воспаление десны, что не очень желательно при проведении этих процедур. Поэтому лучше сделать индивидуальные капы, которые будут своеобразным контейнером для этих гелей, содержащих отбеливающих систем. Накладывается капа потом во второе посещение, заполняется этим отбеливающим составом капа, так скажем, такая, контейнер, одевается на зубы, у каждой системы свое время, когда нужно, на какой период накладывается эта капа, потом снимается, прополаскивается все и проводится какая-то реализующая манипуляция, потому что после отбеливания, как правило, появляется такая чувствительность в зубах. Я иногда говорю, предупреждаю пациентов, что в зубах появляется такая дискотека, они начинают, то один дернется, как будто бы там что-то у него случилось, то в другом месте. Умейте в виду, не первый дернется. Да, то есть ощущение, что появляется гиперстезия то в одном зубике, то в другом. Я говорю, вот такие, они у нас пляшут, как на дискотеке. Но поверьте, что буквально через несколько часов это все успокаивается. Если еще пациент вечером, мы даем специально саше с рамениризующим раствором, то есть там, где много содержится кальция, пациент сделает еще вот в эту же капу, внесет уже не гель отбеливающий, а введет вот этот рамениризующий препарат, и еще на ночь посидит, там минут 30-40, и тогда совершенно на утро все становится спокойно. То есть эта же капа отдается пациенту домой, дальше для проведения других процедур. Других манипуляций, да. Для этого рамениризующие как раз процедурки. Если нужно, пациента что-то еще не устраивает, то есть еще хочет, то можно повторить еще манипуляцию. А чтобы усилить эффект отбеливающих гелей, то можно применить, вот как я сказала, усилить еще такое световое, то есть теплом еще можно воздействовать, потому что под действием тепла, то есть лазер не сам как бы отбеливает зубы, а он просто усиливает эффект распада, так скажем, вот этих препаратов, которые входят в состав отбеливающих систем, и усиливает их проникновение внутрь твердых тканей зуба. Поэтому достигается больший эффект за более короткое время. То есть в целом одной процедуры часто бывает достаточно? Да, достаточно бывает, да. Достаточно. Вопрос, наверное, самый важный. Насколько это вредно? И вредно ли проводить такую процедуру? Если зубы здоровые, парадонт здоровый, то в принципе можно заниматься отбеливанием зубов. А все остальное нужно подумать, насколько это нужно каждому человеку проводить эту манипуляцию. То есть если есть проблемы, есть гиперчувствительность, есть какие-то другие противопоказания, о которых мы говорили, поэтому, наверное, лучше сохранить просто свою здоровую улыбку с помощью, так скажем, методов пломбирования, какого-то эстетического реставрации, чем заниматься проблемой, процедурой отбеливания зубов. Достаточно даже дома проводить домашнее отбеливание. Есть полоски различные, которые нам сегодня. Это, конечно, идет не стоматологическая продукция, это все-таки косметологическая продукция, косметическая продукция. Вот можно использовать карандаши, так скажем, такой портативный, да, гель, который тоже наносится на зубы. Понятно, что концентрация этих карандашей отбеливающих, она не такая высокая, поэтому она и безопасная, поэтому может человек без контроля врача, так скажем, сам проводить вот эти манипуляции. Хорошо очищается налет курильщика с помощью вот этих карандашей. Даже элементарно, так скажем, капелька лимона, которую можно ввести самостоятельно в зубную пасту, но это такие, скажем, народные какие-то методы отбеливания зубов, мы тоже про них знаем, и когда пациенты с нами советуются. Ну, понимаете, попробовать можно, потому что натуральный продукт, натуральная вот эта кислота, которую немножко добавляют в зубную пасту, наносят на зубы, понятно, что с первого раза она никакого так вреда не принесет. Не надо пользоваться этой манипуляцией долго, часто, то есть раз в неделю этого достаточно. Кто-то самостоятельно готовит какие-то там, объясняют из соды и перекиси водорода, то есть, ну, коль на выдумке хитра, то есть можете это попробовать. Главное, чтобы не пользоваться жёсткой щёткой. Затем, если это солевые растворы, то понятно, если кто-то лимонный сок смешивает с солью, это очень абразивный материал, и он очень быстро стирает поверхность эмали, и на нём появляются такие царапины, которые потом всё равно нужно заполировать. Но если это делается раз в неделю, раз в месяц, я не думаю, что это будет какая-то опасная процедура. Кто-то даже активированный уголь толчёт, потом зубы наносит на зубную щётку. Ну, как говорится, эффекта сразу не получите, но через какой-то момент, понятно, что работает химическая реакция, эффект может наступить, и это можно будет видеть. Поэтому можно попробовать. А иногда просто отбеливающие системы полоски, карандаши и гели домашние отбеливания мы просто вводим в дополнение к суперпрофессиональному отбеливанию. То есть они как раз могут нам помочь сохранить на более долгий срок эффект от отбеливания. Как ещё можно его поддерживать в домашних условиях? Это отбеливающие пасты, которых тоже сегодня много. Смотрим только на абразивность. Если, повторяю, зубы здоровые, то абразивность у нас паст должна быть в пределах 40-60, то есть РДА. Такой значёчек абразивности. Правда, не все пасты указывают, но все, которые рекомендуются стоматологам, пишутся английскими буквами РДА. Это индекс абразивности. И в норме нам нужны среднеабразивные пасты. У кого заболевание дёсен, мы берём крайне низкоабразивные пасты, где там 20, для детей мы возьмём такие пасты. И если, предположим, у нас много в полости рта коронок или каких-то других ортопедических конструкций, то вот для чистки именно вот этих ортопедических изделий или хотя бы для чистки этого фрагмента можно взять пасту с высокой абразивностью. Это в пределах РДА больше 80. То есть абразивность – это величина вот этих вот частичек? Частичек, да, которые входят в состав. Поэтому они тоже должны быть не очень абразивны. Значит, стирается эмаль, появляется такое патологическое состояние, как клиновидный дефект, особенно в области шеек, зубов. Поэтому это тоже уже нужно заниматься, будет препарированием и тоже восстановлением методом пломбирования. Поэтому всё применяем разумно, используем методику отбеливания разумно, чтобы понимать, что действительно весна наступила, чтобы себе не омрачать какое-то состояние. Поэтому я рекомендую уже сейчас с профилактической целью посетить стоматолога. Посетить сначала просто гигиеническую процедуру гигиены полости рта, а потом уже следующим врачом определиться, нужно ли нам отбеливание или нет. Куда обращаться? Любая стоматологическая клиника сегодня, любой формы собственности, предлагает процедуру отбеливания зубов. То есть я думаю, что у пациента всегда есть выбор, я всегда за это. Поэтому сегодня в соответствии с правилом предоставления платных услуг на территории Российской Федерации, каждая клиника, каждое учреждение, стоматологическое и нестоматологическое, любое медицинское, должно иметь сайт. А на сайте каждый может прочитать, познакомиться, во-первых, с видами медицинских услуг, и посмотреть прескурант на эти услуги. Потом оценить, где какие специалисты работают и пойти в клинику. Ценовая политика в городе примерно одинаковая на отбеливание зубов. Поэтому я думаю, что мы не будем сегодня говорить о ценах вслух, да? Каждый имеет право зайти, посмотреть. Цены везде одинаковые. Да, ну и в Кировской клинической стоматологической поликлинике, я так понимаю, что тоже хорошие специалисты. Да, этот вид услуги в нашей стоматологической поликлинике мы оказываем. Понятно, что это, так скажем, не бесплатная медицинская услуга, потому что она связана с эстетической всё-таки составляющей, поэтому это оказывается на альтернативной основе пациенту, который желает это выбрать. Мы проводим, кстати, бывают у нас, так скажем, недели здоровых улыбок, когда на данные виды эстетических процедур у нас идут какие-то скидки. Поэтому тоже можно смотреть за нашей рекламой. Мы её даём обязательно всегда как новости, как анонс на нашем сайте. Поэтому на сайте Кировской клинической стоматологической поликлиники можно с этим ознакомиться. Прекрасно. Ну, на этом, пожалуй, и закончим. Спасибо большое. Программа наша подходит в конце. Всем весны. Здоровых улыбок. Сегодня в гостях у нас была Ирина Халявина, главный врач Кировской клинической стоматологической поликлиники. Я, Вера Власова, прощаюсь с вами. Будьте здоровы. Да, будьте здоровы. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.